Если бы вы знали, как все это будет, вы бы приняли это решение 24 февраля или нет? У нас другого выбора не было, потому что на нас уже напали. Люди там проживали на этих территориях, наши. А кто для вас люди? Вот кто? Бабушка-пенсионер. Толбаса. Лучше, чем Путин, в нашей стране не было за последние 150 лет. Это не твоя страна! Ты оккупантка! Трошистка! Твоя хренька! Э! Я хотела на вас! В Латвии машины с российскими номерами собираются конфисковывать и передавать их Украине. Бизнес есть бизнес, детка. Ма перми, одже безо недели, кей сеньора Мелони. Ленин вез в снегу. Привіт, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. Сьогодні мы, как и всегда, будем поднимать вам настроение, тож трошки тиск, и, естественно, в веру в нашу найшвидшую перемогу завдяки тому, как мы анализуем російську пропаганду, кринжатину, их вкиди и те, как они безумовно палают на всех своих пропагандистских ток-шоу. Но, как и всегда, важно на старте, чтобы вы не забыли оставить нам подобайку для поддержки этого выпуска и для обширения всей правды, которую мы соберем, про то, насколько россияни нікчемны. И обовязково подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, лишаючись із нами. 4 ноября. Сегодня с утра снегопад. Ленин вис в снегу. Привезли деток в кинотеатр с города. У нас кинотеатра в городе нет. Вот они приехали посмотреть на наши развалины. Думаю, им понравится. Будет много вопросов, почему так и почему кинотеатр построили среди развалин. Это дорога к Сангородку, к поликлинике. Ну, кто помнит, может, здесь жил кто-то. Вот эти дома уже давно закрыты. Внизу был молочный магазин. Кстати, этот магазин забрал какой-то предприниматель, сделал себе там дом и живет в нем круглогодично. Вот так вот, такие чудеса. Ну что, вот Варгашор славен кинотеатром среди развалин. Это ж нужно было додуматься. В городе нет кинотеатра. А среди развалин вложить такие деньги, открыть кинотеатр и детей потом возить из города. Зимой опасность. 36 километров. Ну, это могут додуматься только наши великие умы. Сидящие, сами знаете где. В администрации. Молодцы. Придумали здорово. Тележку тащат с просроченными продуктами. Смотри, 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 сейчас что здесь. Смотри, вон, короче, смотри. Вот. Вон, смотри, смотри, выкидывай сейчас. Смотри, смотри, что происходит. Вот это наша страна. Великая страна. Смотри, смотри, это просроченные продукты с ленты. Вот они между собой там толкаются. Это еще и как-то просто, соли-сари. Просроченные продукты. Сказал бы. Ладно, ребят. Вот красота. Давайте, ребят. Вот такая вот история. Вот они здесь стоят. Он на тележке вот с магнита выносит просроченную продукцию и выбрасывает. Люди-то видят. Бабушка-пенсионер. Колбаса. Колбаса. Доброе утро. Доброе утро. не говорите про те, что дед совсем сошел с глуздом. До речи, через санкции в Российской Федерации уже давно начались проблемы із медикаментами и пигулками. Чи то он их забыл, выпить, чи просто в него уже остаточно сносить дах, но от такого здивувались даже мы. Если бы вы знали, как все это будет, вы бы приняли это решение 24 февраля или нет? У нас другого выбора не было. Спасибо большое. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно и без этого обойтись. Нет, к сожалению, это было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали. Вот вы же сейчас вот говорили о том, что это наши как бы новые, но старые территории, наши исторические территории. Люди там проживали на этих территориях, наши. И все последующие события показали, и вот коллеги только что об этом сказали публично. Они считали себя частью России изначально, но на них напали в 2014 году. Пропаганда русская хоть хорошо работает, и, пожалуй, это единственное, что хорошо работает в России, но иногда дает сбои, а сегодня сбой произошел на высшем уровне. Лично Путин, даже не Песков, сказал, что Россия перестает быть бензоколонкой. Не перестала быть бензоколонкой, а перестает, то есть это процесс такой. Еще Путин напрогнозировал, что можно ожидать роста ВВП, а можно и не ожидать. А может, пошел ты куда-нибудь, как в фильме знаменитом, сказал Марк Волберг. По поводу цифр, озвученных Путиным. 43% в российской экономике занимает перерабатывающая промышленность. Я напомню, что мы даже Китаю продаем сырец дерева. Невозможно обработать. Не умеют в России. Нет газохранилищ, просто сжигают излишки газа, которые не удается продать в Европу или в Китай. То же самое и с нефтью, и с НПЗ. НПЗ так вообще взрываются. И, кстати, в том числе с помощью ВСУ. Слава Украине! Так что вот эти процентики, что Путин у себя нарисовал, предварительно выковыряв из носа, это просто фейк. А по поводу того, что Россия перестает быть бензоколонкой, Россия перестает быть Россией. Это самое главное. Потому что, само собой, все полезные ископаемые будут необходимость использовать в ближайшем будущем на построссийских территориях. Мир ни в коем случае не откажется от ресурсов, которые находятся на территориях построссии. Осиння Журбинка завітала на московский ток-шоу. Что-то они, гай зовсім без настрою, втратили драйв и оптимизм, віри в то, что будет светле в будущем в Российской Федерации и, конечно, в перемогу. Приховывать это уже не может ані некрасивый одяг, ані нікчемный мейк. В них все абсолютно написано на их обличчя. Но ты нацепил на себя такой символ. Тогда надо дальше. Берешь зубную щетку и начинаешь скоблить пол. А чтобы ты это старательнее делал, тебе по почкам бьют с ноги. Тогда да, тогда полное соответствие. Нам надо сохранить, укрепить русский язык. Слушайте, разговариваем за столом, переводчиков нет. А едем по Армении, по Еревану, с Путином, в 2 месяца поедем все. Я его толкаю и говорю, посмотрите, куда? Я говорю, ну, посмотрите на здание в Армении. Ничего на русском языке. А вот это было самое главное. Ну и все остальное. Погодьте, что до полномасштабного вторгнення ми були надзвичайно далеки здебільшого від того, аби вивчати і розуміти, а як в принципі живуть росіяни. Ми про них знали щось на кшталт того, що в них існує друга армія світу. Поверхневі знання. Що вони нібито схожі до нас, наші сусіди, хтось говорив, родичі і так далі. А коли ми розпочали вивчення, глибинне дослідження, що таке російська глибинка, хто такий середньостатистичний росіянин, що відбувається в їхніх провінціях, то ми зрозуміли, що ми ні до чорта про них не знали. І тепер в соціальній мережі кожен раз, коли підкидають нам якесь відео з російської федерації, перше, що мені хочеться сказати, не може бути. Як це може існувати? А потім ти розумієш, що це тенденція, це їхнє буденне життя і їхня ротина. Тож, власне, те, від чого сьогодні навіть в нас від вислища ЛПП, переглядаючи їхні соціальні мережі, далі. Наш Путін молодец. Я можу так сказати? Да. А є диктатура у нас в країні или нет? Ну, она є, але не кожна її, видіма, читає і дивіться. Ні, не сподіваюся. Парень, говорить, і плюс дівчонка, там, говорили, ми 80-го року, в детсі ми їли там кукурузу з полей, і з цього піднялись, і без всякого там гамбургера, без цього нормально прожили і дожили до цього момента. Ну, я, в принципі, такого же мнения, то, что нам нічого не помешає. Республіка Алтай, Турачакський район, село озеро Куреєво, вот такі у нас дороги. Алтай входит сейчас в тройку самых популярних курортов, самая популярна туристическая зона. Позорище. В тройку самых популярних мест для туризма входит, а в тройку самых популярных мест для шиномонтажа не входит. Просто позорище. Машини ремонтируем каждый день. Вот такие дороги. Республіка Алтай. Посмотрите, какая красота. Вот, чтобы доехать до магазина, да, супермаркета, до какого-то центра, в Турачак, вот, нужно преодолевать каждый раз такую дорогу. Это специальная дорожная операция по деасфальтизации от машин НАТО. Первая деревня на нашем пути Глазновка. По данным переписи 2010 года, здесь проживало 50 человек. Но сейчас и того меньше. Вот дом заброшенный. Этот дом жилой. Там сзади погорелые. Вот такая вот деревня. Немного домов. И заброшенные дома стоят пустые, никому не нужные. Как к бакам подходить? Так они полные. Круто. Мусор у нас не вывозится. Ну вот и прошел практически год со дням организации моего супруга. То есть, с того дня, когда его забрали. Из армии я его не ждала, жду с войны. И за этот год столько всего произошло. Сколько слез было за этот год пролито. Мне кажется, бедер. 20. Сколько бессонных ночей. Сколько я ждала от него звонка или смс. Сколько километров я проехала к нему, а он ко мне. Как же, все уже. Из армии его не ждала, с войны жду. Мне вот сейчас хочется обратиться к украинцам, которые пишут, что они против Палестины, что там не люди, что там не дети. У меня вопрос, а кто для вас люди? Вот кто? В России людей нет. Детей нет. Всех нужно убить. На Донбассе детей нет. Людей нет. Всех нужно убить. В Палестине та же самая история. А кто для вас люди? Вот кто? Получается, что только на территории Украины у нас люди живут, да? Только на территории Украины у нас дети живут? Больше нигде детей, людей нету, не существует. Весь мир это только Украина, да, получается? Слушайте, а что я вот сейчас прочитала в украинском паблике информация, датированная сентябрем месяцем. Я просто не знаю, это правда или нет, что вы думаете по этому поводу, что, ну, то, что промышленность отсутствует, заводы, фабрики банкротятся и закрываются, это понятно. Вот, поля под сельскохозяйственные культуры засеяны лишь на 46%. Правительство эшелонами гонит украинский хлеб-зерно в Европу, обрекая тем самым украинский народ на реальный настоящий голодомор. А все доходы от продажи украинского зерна, ну, вы примерно понимаете, куда они все лягут. Это правда? Это так и есть? Кто что знает и кто что думает? Чего вы молчите? Вы голодать собираетесь? Тут я объективно просто к этому подхожу, не хочу сюда политику даже ввязывать. Вы чего молчите? Вы чего привязались к украинскому языку? К русским? Вы на себя посмотрите, посмотрите, что в вашей стране творится. Я даже знаю, кто будет виноват в этом голодоморе. Россия. Да, как и в том голодоморе. Это же Россия вам его устроила, по вашему мнению. Моя прабабушка умерла от голода, будучи 30-летней. Вот в те годы, в 30-е годы, в Ставропольском крае, а это Украина, наверное, была, да? А фраза голодающим по Волжье, знаете, есть такая фраза? Мы даже иногда вот так употребляем ее, ну, до недавнего времени точно употребляли. Ой, ну, ты как с по Волжье, ну, ты как голодающий по Волжье набросился на еду? Так по Волжье это тоже Украина. Да вы хоть включите что-нибудь там. Вы знаете, как строится развитое государство? Развитыми людьми, а не теми, кто только клише голову забивает, сформировал кто-то это клише, и вам в голову бьет. И вы радуетесь. Вам сказали, что Украина понадобится. Вы такие рады. Это просто слова. Это просто слова. А вот этот реальный настоящий голодомор это жизнь. Это настоящее. Нет слов. Берегите друг друга. Наобзор в магазине купол. Крабовый кургет. Инстаграм. химитация. Химитация. Всем доброго вечера. Хороший строитель. Позитивчик. Мирного неба. Блава. Вот я прикупил. Имитированная пищевая рыбная продукция. Постерилизованная охлажденный продукт. крабовый рулет имитация. Химитация. А не имитация. Охлажденный. Охлажденный. Приятного аппетита. По мне 6 из 10. Добрый день уважаемые мячи. Выехал со штаба по пожарам. Сегодня такой штаб провели вместе с главами районов с МЧС. Еще раз обратил внимание всех глав на том, что выходные и праздничные дни расслабляться нам нельзя. Потому что пожары не расслабляются. Кроме того обратил внимание, что в соцсети мы постоянно пишут люди и одна ситуация меняется. Но вот сейчас по улице Доковской проехал и вот они итоги субботника. Такого в Омске недопустимо. Я поставил задачу оперативно мэру нашего города Сергею Николаевичу Шелесту, министру природных ресурсов, Лобову Илье Алексеевичу вместе с региональным оператором привести в порядок всю улицу Доковскую. Здесь не только такая куча, а по всей улице Навалене. Чтобы больше такого в нашем городе не было. Недаром мы просто не просто людей приглашаем на субботник, чтобы вот такое после себя оставлять. Друзья, всем привет! С вами депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Путин решил обнулить не только себя, но и своих дружков. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий губернаторам хоть сколько угодно раз находиться на своем посту. Это означает, что в данном здании, в здании мэрии Москвы Собянин будет находиться до гробовой доски. С учетом электронного дистанционного голосования это не выглядит чем-то нереальным. То есть мы с вами будем вынуждены вечно терпеть перекладку плитки, бордюринг и никому не нужны фестивали джема и тому подобное как у меня за спиной. Вы согласны с этим? Напишите об этом в комментариях. Очередные замерзающие европейцы сидят в обуви дома без русского газа. До сих пор без тепла остаются сразу 20 омских многоэтажек. В квартирах до сих пор холодные батареи и это несмотря на то, что топительный сезон в Омске стартовал еще месяц назад. Комнатная температура не соответствует нормам. Люди согреваются как могут теплой одеждой обогревателями. В одну руку одеяло в другую пульта телевизора и вперед смотреть как там замерзает Европа. Улица Мечникова вечная проблема в Дерме вся улица находится и вот эта яма каждый день машина попадает то колесо то еще что-то в общем второй год подряд никак улицу порядок провести не могут. Сейчас я так дом посмотрю я просто на дороге вам в гости пришла женщина ее надо угостить колбасой но надо смоток заедать чтобы она рада была. Отрезайте толстый кусок вынимайте оттуда сердцевину оставляйте обод этот обод кладете на очень тоненькие кусочки колбасы вот таким макаром для склеивания туда добавляйте майонезу вот так но это будет как монтажная пена можно монтажную пену и вот так вот склеиваете и тогда ей даете она такая скажет не таким незамысловатым способом мы как бы сэкономили до 40% колбасы как бы и женщина удовлетворенная осталась да она еще пойдет по всей деревне тестать да у всех рига такая колбасина да ты тю вот и вы вроде как знаете я понимаю что очков террорист да с другой стороны в просадке не попали тут бизнес есть бизнес детка родные родные сегодня что-то в городе там были поняли там дела делишки поняли мотались ну заехали мне взяли кроссовки и булочки взяли все покажу гляньте какая красота 1600 гляньте чикс вот это я понимаю не красивые такие обалденные просто булочки 38 размер не прикольные такие обалденные ну блин нету такой зарплаты что за бред какой-то я таких денег никогда не видел уважаемые у меня 71 тысяча это красный сулин мы получаем тут среднем зарплата если 30 тысяч платят то это очень хорошо многие у вас знакомые получают такую сумму конечно каждый в сулине это была шутка а много у вас знакомых которые получают больше 71 тысячи или столько ни одного вообще никак у меня чистыми наруками 25 я в муниципалке работаю ну куда где 71 тысячу они нашли а как вы думаете откуда Росстат берет такие цифры а у нас есть нефтеперерабатывающая НЗНП там у директора зарплата миллион у меня 24 ну и там кто-то тоже по пособию УСЗН получает там 8 тысяч это поделили получилось 71 тысяча по поводу машины 505 которую мы у вас покупали и полгода ждем замок я понимаю что как бы ну нет я хотела спросить здесь же отдел продаж деталей правильно вот я хотела спросить почему отказываете за Валер подожди почему вы отказываете за хорошо здесь обслуживаются детали техническое обслуживание где детали отдел детали это отдел запчастей салон Желет а где это через два салона салон Желет там отдел запчасти находят там идет продажа для у вас запчастями там занимаются а это здесь приемка в сервис в сервис только да хорошо ну какая разница хорошо я все равно хочу тогда у вас спросить на что я приехала почему я не отвечу нет подождите ну машина на сервисе новая машина можно еще раз не ко мне вопрос хорошо 2023 года детальmy ждем В полгода, полгода ждем деталь. Вы нам сначала сказали, не та деталь пришла, потом, а мы сейчас, а, про 505 у вас, короче, это, но, смотрите, мы уже плюем, да, и звоним вчера, ой, два дня тому назад, и говорим, закажите нам за деньги, ну, за деньги, да, закажите. У вас выходной? Мы сейчас работаем, не надо вас декать. И нам говорят, да, хорошо, закажем за деньги, то есть параллельно, если придет по гарантии, хорошо, если нет, мы купим за деньги и здесь установим. Нам говорят, хорошо, сегодня мы звоним, нам говорят, даже не звонили, короче, даже не заказывали такую деталь. Как это вообще, что за отношения? Мы сейчас, чтобы не гадать, вам надо подойти в отдел запси с ВИН-номером автомобиля. Так и нам ВИН-номер на автомобиле тоже не дают. Так у вас СТС-ка в руках. Вы про что говорите сейчас? То есть надо на СТС-ке... Автомобиль у вас. Вы с этими документами идете в отдел запси, говорят, вот мне надо купить вот эту деталь, заказать. Оплачивайте ее и покупайте. Да, но мы по телефону разговаривали два дня тому назад с сервисом деталей, понимаете, в чем дело и почему такое отношение? То есть прямо туда идти, да? Да. Если он сможет помочь заказать, сможет. И сможет, как-то не вам. Все, шупик. Все, я бы купил. Поэтому спасибо, извините, но знаете, тоже такое отношение по телефону как бы. Но главное, это не отношение по телефону клиента, это отношение по полутора, у вас с вами правильный. Это вот это... Просто вы просто устали, полгода, не слышно, полгода, не слышно, полгода, не слышно, полгода, не слышно. А что? А что? Нет, это полгода, спичный коробок, я сюда 100 рублей машину попала. Она стоит 22 косаря, как бы это нормально, это все. А вы идите, заработайте 22 тысячи долларов. Да, я себе купил бургин. Да, я себе купил бургин. В Латвии машины с российскими номерами собираются конфисковывать и передавать их Украине. Смотрите, в данный момент сейчас существует такой новый закон в Латвии, который запрещает ездить на автомобиле с российскими номерами. Разрешается только один въезд транзитный. Таким образом, этот закон, который был выбран депутатами парламента Латвии, подразумевает, что если вы до 14 февраля 2024 года не зарегистрируете свой российский автомобиль с российскими номерами в Латвии, то он будет конфискован и передан Украине. То есть, если вы не можете зарегистрировать автомобиль в стране, то до 14 февраля можно его хотя бы вывезти оттуда. При этом транзитом через Латвию вы можете проехать только один раз. И для этого нужно уведомить дирекцию безопасности, и вам отведут на это не более 24 часов. Ранее это хотели сделать также и для машин с белорусскими номерами, но в результате получилось, что сделали только для машин с российскими номерами. Пишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Есть здесь кто-то из Латвии? Слышали ли вы про этот закон? И как вы считаете, справедливо это или нет? И не забывайте подписываться. Еще раз объясняю, для особо непонятливых, это только в Латвии такие дерьмовые законы. Закон ужасный, конечно, потому что бедные люди за два года не выучат язык. А с латышским языком, вот, расскажите, как в Дауге в Плассе можно всю жизнь прожить и не знать латышского? Ну да, ну, с кем поговорить по латышскому языку? Ну, конечно, виноваты, что не учили. Грибу царунаты из Кревески ардрауге, ласыд дашкарт Кревески, он тотал... Артём, Артём, конечно, конечно, тут, виноваты, 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 виноваты. Нет, вы можете быть латвийские пилсоны. Патрионсы. Нет, вы можете не избавиться с людьми, обкартием, арсаву деменцвалу, арсаву кул. Страна, Латвия, классно, мы ее все любим в том-то и дело. И нас бесит. И когда мне говорят, ой, что ты... Да, меня бесит то, что мою страну разваливают. Мою. Мне плевать, что вы скажете, что это не твоя страна, ты оккупантка, фашистка, фашистка. Э, срать я хотела на вас. Граждане Российской Федерации, больных пожилых людей, на каталках подруки приводят на экзамены по латышскому языку. Но вот это вот фашизм, магинация до русских. Не знаю, че у вас поднимается настрій от российской кринджатини так же, как у меня и у моей команды. Но надеюсь, что сегодня вы еще раз и еще раз захотели сказать, господи, дякую, дякую тебе, что я не москаль. Не забывайте, друзья, по фенішу нашего сегодняшнего выпуску обовязково лишать нам подобающую. Это край важный для поширения всей зібрано информации. И обовязково подписывайтесь на YouTube канал Курманова Лайф и лишь все из нами. Бережите себя, бережите Украину. До встречи.